Здравствуйте! Как обычно в среду вечером вы смотрите программу прямой эфир на Химкинском телевидении. И сегодня мы поговорим о развитии микрорайонов Новогорск, Планерной и территории Новых Химок. Для этого к нам в студию мы пригласили начальника территориального управления микрорайонов Новогорск, Планерная Олега Марковского. Здравствуйте, Олег Владимирович. Рады приветствовать вас у нас в студии. А телезрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны, по которым вы можете позвонить и задать свой вопрос нашему гостю, вы видите на своих экранах. 575-94-94, 572-66-28, код города 495. Не забывайте его набирать. Итак, Олег Владимирович, сейчас одна из самых актуальных тем это уборка, причем как на дорогах, так и во дворах. Расскажите, как с этим справляются на вашей территории, ведь вы отвечаете не только за микрорайоны Новогорск, Планерная, но и за Новые Химки. А это, можно сказать, центр города. Вы правильно заметили, что Новая Химка это центр города и наша улица Центральный Юбериндопроспект, за которую мы действительно отвечаем и за нее боремся всегда. И очень болеем за эту улицу. Но я хотел бы начать с того, просто-напросто для зрителей рассказать, потому что при обращениях или при представлениях как начальника территориального управления, меня они редко спрашивают, почему вы представляетесь начальником территориального управления Новогорск, Планерная, причем тут Новые Химки. Я поэтому хочу сразу определить и сказать зрителям, что Новогорск, Планерная, это два микрорайона и зона ответственности, которая закреплена за мной, это Новые Химки. Наше управление, которое состоит из 10 человек, и для лучшей управляемости и эффективности я принял решение разделить управление на три части. И, значит, у меня в Новогорске находится одно управление, одно управление у меня находится на Планерной, и вот одно управление находится в Новых Химках. И в каждом микрорайоне у меня закреплен человек, отвечающий, один из замов, который отвечает именно за эти территории. Соответственно... То есть ваш зам на месте, да? Да, то есть получается для того, для эффективности управления, для эффективности принятия решений, люди у меня всегда находятся на местах. Потому что вот если мы сейчас берем, как вы сказали, актуальная тема по уборке снега, да, и вот этих территорий, для того, чтобы люди быстро выходили на территорию, контролировали, мониторили, принимали какие-то определенные решения, значит, они сразу выходят, то есть не переезжают с места на место, не выезжают, допустим, из Новогорска или из Планера, прямо, допустим, кто-то в Новых Химках, кто-то на Планерной, кто-то в Новогорске. И быстро это всю территорию мониторим. Потому что на сегодняшний день, ну, исходя из того, что сейчас зима очень снежная, и задачи поставлены очень серьезные, и насколько сейчас и жители городского урока Химки видят, ну, эффективность есть какая-то. Почему? Потому что мы видим большое количество уже техники, которые убирают территорию, мы видим определенное количество, даже намного больше, чем было в прошлом году, людей, которые убирают. И, соответственно, исходя из этого, уже потихоньку-потихоньку город мы стараемся все-таки привести в более-менее такой чистый, потому что все-таки снег есть снег, и его постоянно надо убирать. То есть, получается, и техники, и людей, которые выходят для уборки улиц, стало больше? Конечно, да. Это вот с этого года стало больше техники, и, соответственно, ну, и чистота стала получше, скажем так. Конечно, мы до идеала еще далеки, но все-таки уже, если брать интервью даже жителей, они отмечают, что все-таки в Химках стало почище. И это очень радует, это нам оценка, ну, и, в принципе, это наша работа, за которую... Какие сложности при этом возникают? Потому что зима действительно снежная, и, насколько я знаю, одна из самых главных проблем – это припаркованные машины. Да, это очень такой серьезный момент. Почему? Потому что даже уборка территория механическая, да, там, техника, ну, она могла бы проходить быстрее бы. Это вся уборка. Но из-за того, что припаркованы автомобили, конечно, получается, машины объезжают, а ручники, которые идут следом, ну, соответственно, вы знаете, если целый день лопатой помахать, снег, то, конечно, сил не хватит. Поэтому иногда и обращение идет через телевидение. Мы вывешиваем, допустим, объявление, что, уважаемые автологицы, просьба не оставлять там автомобили, потому что будет или вывоз снега, или уборка. Ну, пока жители как-то не понимают. Или это, может, не житель, может, это гость, а может, кто-то из… Так, просто бросает автомобиль. Но сложности, да, существуют именно с сброшенным автомобилем. Исходя из этого, получается, что если у нас в Новый Хим, как, допустим, подрядная реализация УМИС, она старается очень, и мы сначала, изначально, какие-то споры у нас были там, да, там, по чистоте. Я говорю, вот, чисто, вернее, не чисто, они мне говорят, что чисто. Но потом все-таки мы нашли взаимоотношения, какие-то взаимопонимания и понятие, что такое чистота. И вот потому что, как вот они проезжают, вот эти автомобили, получается, что, кажется, машины прошли, звеном прошли, но порядка нет. А порядок только из-за того, что снег, получается, сгребается, и практически его нельзя до конца раздвинуть эту улицу для того, чтобы была возможность проехать автомобиль. Ну, это мы сейчас говорили именно как раз о проезжих частях, да, чтобы автомобилисты не парковались на машинах на проезжей части. А что происходит во дворах? Там ведь тоже нужно убирать, а у нас там в каждом дворе везде парковка. Вы знаете, ну, во дворах, там в основном та же самая ситуация, проблемы существуют, я считаю, на мой взгляд, потому что, если мы мониторим каждый день эту территорию, вернее, территорию нашей, за которой мы закреплены, и люди на местах, мы видим одну и ту же картину. Это вот опять же те же машины владельцев, которые живут в этих же дворах. Я понимаю, что мест не хватает парковочных, поэтому мы и предлагаем на сегодняшний день, и это уже есть концепция, да, у развития всех дворов в территории, именно расширять парковочные места за счет газонов, за счет тротуаров, там, ну, как-то расширять, для того, чтобы люди могли вставить свои автомобили. Исходя из этого, когда это все будет припарковано, и когда парковки будут позволять именно для каждого дома свои автомобили ставить, ну, скорее всего, чистота еще лучше будет. На сегодняшний день дворы, да, они не приспособлены убирать. Если, допустим, трактор проходит, то за ним должны быть ручники идти, дворники, да, но опять же, я повторю, что сложно все-таки перекидывать снег с одного места на другое, и люди, честно говоря, устают. Я не то, что там защищаю их, это их работа, это работа подряд организаций, которые пришли на нашу территорию, они знают определенные условия, они за это получают деньги из бюджета. Вот, ну, пока вот так вот. Ну, насколько я знаю, да, и все об этом знают, что убирать должны, конечно же, не только улицы и дворы, но и территории, допустим, вокруг каких-то коммерческих организаций или торговых объектов. И за это несут ответственность не городские власти, то есть не там ДЭС должен убирать или Химдор, а сами предприниматели прилегающей территории. Вы как-то следите за этим? Скажем так, сами предприниматели, которые имеют торговые точки в городском городе Химке, у них есть определенная зона ответственности. Ну, мы не берем там 50 метров, мы хотя бы берем 15 метров. И вот, допустим, я уже могу анализ сделать, когда вот мы приходили в торговую точку и делали замечания, да, по поводу уборки, там, мусорка полная, или вот окурки там у вас, или бумага, или та же самая реклама, которая увешивается. Это зона ответственности, допустим, этого павильона, или АТМа, там, или магазина. Мы вызываем, грубо говоря, там, руководителя, да, там, или кто там старший, и говорим, почему там, вы можете убрать, можем, убирайте. Вот так, сначала мы делали. То есть методом, как убеждений, разговоров, да, диалога и так далее. И люди, когда выходили с тем же самым, грубо говоря, веником, да, вот они вот убирают, ну, это составляет минут 15-10 убрать. И все, и чисто получается. Если бы, допустим, каждый предприниматель следил за своей территорией именно в этом формате, то есть каждый раз, допустим, вышел грязно, убрал, все, замечаний бы не было. Но у нас почему-то предприниматели считают, что вот мой объект, и мой объект, или мой магазин, это то, что у меня внутри. И за дверь вышел, и территория... А это уже городской, город Химки, и вы там убираете, что хотите, что то и делаете. Поэтому мы сначала убеждали, мы вели диалог, а потом мы, опять же, понимая, что до людей это не доходит, мы просто-напросто говорили. Сначала мы говорили, ребята, уберите, там, или предприниматели, уберите. За нами идет госадминистративно-технический надзор Московского, да, ГАТО, 6-го отдела наш. Ну, кто-то верил, кто-то не верил. Потом мы, соответственно, приходили уже вместе с этими сотрудниками, им выписывались предписания на уборку. А это уже предписание, если они выписаны, значит, они уже вызываются 6-го отдела. Вот опять время, ну, они должны же все-таки пройти туда, значит, они отвлекаются уже по-другому делу. Если они вот и на тот момент уже не понимают, когда их вызывают, тогда уже повторно идет штраф. Я вот всегда вот думаю, и вот не могу логики их не понять, почему люди платят штрафы, вместо того, чтобы убрать или нанять того же самого дворника, который намного-намного меньше стоит, и на месячная зарплата. Ну, то есть, насколько я понимаю, вы взаимодействуете с госадмотехнадзором, да, и следите за этим? Это прямое указание уже руководителя администрации, прямое для того, чтобы навести порядок. Я лично для себя тоже понял, что все-таки вот эти разговоры, когда вот мы ходим, да, понятно, что мы контролируем, понятно, что мы заставляем, понятно, что мы там на связи, взаимодействии, которые организованы с теми же самоподренными организациями, но все-таки убеждение – это одно, а штраф – это уже другое. И я, честно, за то, чтобы все-таки работа была совместной именно с Гаттоном, для того, чтобы, ну, те же самые штрафы, которые у него вписаны, люди просто-напросто стали дисциплинированы по отношению не только к себе, если они, ну, а все-таки по отношению к городскому городу Химки, потому что, если они не понимают, они должны, ну, как бы быть наказаны, назовем это так. То есть такой метод воспитания к нутам больше здесь подходит, да? Ну, потому что, говорю, вот, разговоры, они как-то не доходят вот до людей. Вот мне это вот больше всего это удивляет. Олег Владимирович, вот буквально накануне мы снимали сюжет о работе вашего управления. Я сейчас предлагаю посмотреть этот материал, а после вернемся в студию для обсуждения. Итак, внимание на экран. Стандартный рабочий день территориального управления начинается в 9 утра с планового совещания. На нем сотрудники разбирают текущие проблемы и получают указания на день. Их основная задача – следить за чистотой в Новых Химках, Новогорске и на Планерной. Люди выходят на территорию и начинают обход этих территорий с участков, смотрят, как убирается ДЭС, как убирается комбинат по благоустройству и Химдор. Потому что для нас это очень важно. Регулярно представители управления совершают совместные рейды с различными ведомствами. Нарушители наказываются. На этой неделе предпринимателей проверял Госадомтехнадзор. Были выявлены незаконные свалки мусора вблизи торговых объектов и неубранная территория. Выявлены факты недвижимости содержания территории, в частности складирования мусора. Факты наличия наледи, что является недопустимым, поскольку люди отскальзываются и получают травмы. Это очень серьезные нарушения. Также выявлены складированные строительные материалы. Благоустройство и поддержание чистоты – главная задача, возложенная на территориальное управление. Зимой из-за снега работы прибавляется. Чистить нужно не только тротуары, но и проезжую часть. А это главная улица Новых Химок. Юбилейный проспект. Именно через него идет весь основной трафик. Поэтому чистить его нужно в первую очередь. Через несколько часов после снегопада он убран силами Химдора и подрядных организаций. А контролирует это территориальное управление. Отследить своевременную уборку управлению помогают и жители районов. Они регулярно сообщают о навалах снега, гололедице и других проблемах. Нонна Иванова больше 20 лет проживает по адресу Юбилейный проспект 41. Уборкой женщина довольна, но, говорит, своих дворников они воспитывали всем домом. Помогали им и подсказали, как убираться, в какое время лучше. Так как у нас много пожилых живет людей, они стараются нам и вовремя почистить. Не забывает администрация и об отдыхе горожан. В ведомстве Олега Марковского находится семь катков. Обслуживают их совместно со спорткомитетом. Все они в хорошем состоянии. Периодически они чистятся, периодически заливаются. И дай бог, чтобы здесь было побольше детей, побольше отдыхающих, которые время проводили именно на улице, а не возле телевизора, возле компьютера. В зимнее время перед территориальным управлением стоит главная задача – вовремя очищать дороги и тротуары от снега и наледи. После того, как все растает, их начнут ремонтировать. Вы смотрите прямой эфир на Химкинском телевидении. Сегодня у нас в гостях в студии начальник территориального управления микрорайонов Новогорск. Планерный Олег Марковский. Итак, Олег Владимирович, вот сейчас в материале прозвучало, что вам помогают и жители. Давайте об этом немножко поговорим. Как у вас налажена обратная связь с горожанами? Часто ли они обращаются к вам в управление? С какими вопросами? Ну, давайте так. Значит, жителями у нас постоянно идет взаимопонимание, да, и конструктивный диалог. Мы выходим на территорию, вот, допустим, если брать Новые Химкин, вот, когда по дворам идешь, не надо далеко ходить. Вот они идут и спрашивают, как вот убирается, нравится вам, не нравится, что можно поменять. И вот все, вот, те жители, которые живут, особенно пенсионеры, они все знают. Потому что они там всегда на лавочке где-то, они там где-то ходят, они где-то смотрят, они нам подсказывают. И, допустим, вот, если брать торговлю, да, они тут же могут сказать, а вот там ночью продавалась водка, а вот здесь, допустим, продается спайс, а вот здесь продукты, допустим, какие-то плохие. И здесь вот дворник не вышел, здесь где-то не убрали. В итоге получается у нас информация, тут же мы быстро реагируем или вызываем подрядную организацию, которая отвечает за данный участок. Если, допустим, это торговля, значит, информация идет и в правоохранительные органы, или в торговое управление наше. К каким способам к вам чаще всего обращаются жители? То есть они к вам приходят на личный прием? Если да, то как к вам можно попасть? Телефон, электронная почта? Ну, я как в начале беседы сказал, что три управления, но основное управление у нас находится в Новогорске. Значит, контактный телефон у нас 793-9044. И еще раз. 793-9044. Или электронная почта адм.новогорск. Ясобака. Яндекс.ру Часто вам вот в электронном виде приходят жители? Ну, обращение у нас в основном идет или через горячую линию жителей, потому что мы отслеживаем каждый день горячую линию, и периодически мы на ней присутствуем, если наша зона ответственности. Ну, конечно, банка бумага, личное общение, есть личное общение. Поэтому, допустим, если я нахожусь в Новогорске, я вот своим жителям, которые в Новогорске именно, я проговорю про Новогорск, я предлагаю не просто там прийти ко мне в те часы приема, а я просто говорю, если вас видите меня в окне, у нас управление на первом этаже, заходите ко мне, независимо там приемное дело или неприемное. Если у вас даже нет вопросов, просто зайдите ко мне. Потому что в итоге, когда ты начинаешь беседовать с теми самими жителями, вот некоторые ко мне приходили, там стихи свои рассказывали, там судьбу свою рассказывали, а в итоге ты получаешь информацию определенную. И опять же, когда ты задаешь вопрос, они тебе отвечают. Говорят, а вот у нас там что-то там открылось или что-то поломалось. Все хорошо, там поговорили, поговорили. И они довольны, что они выговорились, уходят. И я получил информацию. Тут же опять идет звонок, опять же приглашается для начальника участка, и говорим так и так, у тебя проблемы вот там, вот там, вот там, вот там. Значит, давай, беги туда, исправляй. Время тебе сколько, допустим, на это устранение, там, час-два, там, до вечера. И доложишь мне. Они докладывают или по телефону, или приходят ко мне. Вот тот телефон, который вы назвали, по нему можно звонить и по Новогорску, и по Планерной, и по Новым Химкам. Значит, у нас на сегодняшний день мы доведем информацию до жителей через свою почту или через газету «Химиксы и новости», или на, значит, на сайт городской области химики. Дело в том, что сейчас мы перезаключаем договора на, допустим, на новые телефоны. Если, допустим, какие-то изменения будут, мы сразу сообщим. То есть, чтобы жители, да, не звонили по неправильным телефонам. А для жителей, и просто, чтобы зрители меня услышали, мы говорим, вернее, я говорю так. Еще раз повторю, что дни приема, которые у нас есть, это дни приема, но мы вас ждем с понедельника по воскресенье. Потому что с учетом той работы и с учетом той нагрузки, которая сейчас идет в связи со снегопадами, конечно, нужно контролировать эту территорию, и мы находимся 7 дней. То есть, я и в субботу здесь нахожусь, и в Новогорске. Допустим, в субботу я могу до 6, до 9, ну, в зависимости от того, какая ситуация на моей территории. И в воскресенье. Как узнать адреса, вот, там, где находится террауправление, и Новогорской, и Планерной, и Новых Химок? Ну, Новогорской, я назову, это улица Соколовская, дом 1. На Планерной это дом 19. Так и называется, микро-планерная А. Да, там нет улиц, только дом. Да, только дом. А в Новых Химках это МФЦ, второй подъезд, кабинет 5Б. То есть, вы находитесь в МФЦ? К вам туда можно. Часы приема, вот, во всех этих трех местах. Они обозначены, но... Где их можно узнать? Их можно узнать на нашем сайте администрации. На официальном сайте администрации. Да. В подразделении Новогорск Планерная. А мы почему попросили и администрацию, допустим, если брать Новые Химки? Я вышел с предложением. Почему? Я говорил раньше, чтобы пересадить, да, часть сотрудников Новые Химки. И специально попросил, чтобы посадить именно в МФЦ. Потому что основной поток по вопросам, допустим, жизнедеятельности, значит, наших жителей, они обращаются именно туда. И тут же для того, чтобы искать какие-то вопросы именно по территории, они могли просто-напросто зайти тут же, рядом в кабинет, зашли и переговорили что-то им, или нравится, или не нравится. Поэтому я говорю, что у нас информация, она проходит каждый световой день, назовем это так. И с помощью жителей. Да, с помощью жителей. Они к нам приходят, вот даже вот выступала сейчас наша уважаемая бабушка, которую мы очень любим, вот, она к нам приходит часто, и мы информацию получаем, не только там, допустим, где-то что-то лежит. Нет, мы просто беседуем, мы просто, вот, она болеет за свой двор, как она говорит, она болеет за свой двор, поэтому мы в этом дворе, мы практически и все знаем. Кстати, о дворах. Какие планы на 2015 год, какое благоустройство ждет микрорайоны Новогорск-Планерный и территорию Новых Химок в весенний и летний период? Ну, опять же, скажу так, что с приходом нового руководства в администрацию разработана концепция развития городского урока Химки. Это уже можно видеть и по тому, как меняется облик. Ну, давайте далеко не будем ходить, это вот Новый год. Новогодние украшения. Да, это проведение рождественской ярмарки, которая была организована, когда к нам приезжали москвичане, были в восторге от того, что здесь было сделано. Это, опять же, благодаря руководству и благодаря тем людям, которые именно участвовали в данном мероприятии. Это не только, допустим, это наша работа, а работа всех людей, которые именно принимали непосредственно в этом участии, начиная элементарно от дворника до коллективов, творческих коллективов, которые участвовали, показали все, что они могут в этой красоту и как много больше привлечь гостей, зрителей в наш городской урока Химки. Олег Владимирович, так все-таки какие планы, может быть, где-то появятся новые площадки, спортивные, детские и так далее? Значит, на сегодняшний день уже утверждено, что в 2015 году, допустим, если мы берем придомовую территорию, дано указание руководством, в 2015 году сделать 50 площадок, именно придомовая территория. 50 дворов, да? Да, прошу прощения, 50 дворов, где будут включены основные 6 позиций, которые уже прописаны в правительстве Московской области. Они все о них знают, что в каждом дворе должна быть детская площадка, партнер, пешеходные дорожки, контейнеры, информация, щиты, освещение и так далее. И, исходя из этого, на сегодняшний день, допустим, в Новых Химках мы уже провели три выездных совещания с обсуждением с жителем, где каждый смог подойти именно к этому стенду, посмотреть визуально, где что будет размещено. И, соответственно, мы ввели именно вот этот диалог для того, чтобы каждый житель мог просто-напросто ручкой провести, где поставить там скамейку или там где лавочку, ну, вернее, скамейку, дорожку сделать, где дерево посадить, где детскую площадку, какая детская площадка нужна, она не нужна и так далее. То есть вы сначала подготовили проект, а потом жители вносили в него свои изменения. И потом, когда вот этот уже с этими изменениями отдали обратно в архитектурно-проектировочное управление, и, исходя из этого, когда будет уже готовый проект, у нас все будет на руках, мы его, конечно, вывесим на стенды наши ДЭЗовские, где каждый житель может уже будет ознакомиться. И начнем мы это с весны. Но, допустим, если брать благоустройство территорий, ну, я как говорят, придомовые, да, дворы, мы на сегодняшний день, допустим, на планерной начали работу совместно, опять же, с жителями, проводили совместные вот эти вот инициативные группы и просто уже приглашали, кто мог прийти, допустим, на микропланерное для того, чтобы все-таки не с помощью администрации и давлением, да, а все-таки убедить людей, что те ракушки, те вот эти гаражи, которые стоят вокруг домов, которые же просто эстетически, они некрасивы, они не нужны, потому что эти ракушки стоят возле школ, там, и все, что, ну, как угодно туда можно положить, там, спрятать и так далее, они просто не нужны, они просто захламляют не только территорию, но и дворы сами, и мы говорим, вот смотрите, вот, допустим, есть определенное количество ракушек, да, и давайте их уберем, а на этой территории мы вам сделаем, допустим, плоскостную там парковку, и этот проект мы вот в 14 году осенью мы первый сделали на планерной, показали, мы убрали вам 10, а мест стало 30, сначала люди, ну, конечно, возмущались, потому что, ну, это наша собственность, за потом придомовая территория была там вся в этих, как их, огородах, теплицах, соответственно, но это некрасиво, и мы им говорим, вот здесь будет, допустим, газон, а вот здесь будет плоскостная парковка, вот здесь будет детская площадка, здесь будет, допустим, спортивная площадка, здесь будет какая-то зона отдыха, здесь какая-то, ну, нравится ну давайте пробовать пока вот мы пришли к тому что они должны сами это все демонтировать но посмотрим как они обещание выполнил свою мысль мы свое обещание должны сделать то есть то что мы проговорим потому что ну мы должны отвечать за свои слова сейчас посмотрим как жители нам пойдут на встречу олег владимирович у нас есть звонок очень мало времени осталось до конца программы давайте послушаем телезрители здравствуйте вы в прямом эфире здравствуйте как вас зовут какой у вас вопрос вопрос я то есть вы считаете что плохо убирают там кожа сверху вот особенно вдоль этой бывшей 12 школы я не знаю как он называется лицей 12 да вот тут гора снега там не пройдет вообще к этому самому к сберкассе на улице геннадий иванович мы поняли поняли ваш вопрос житель считает что плохо убирают территорию около 12 лицея но я могу сказать так что геннадий иванович да правильно да ну давайте все таки сделаем какую-то скидку да на то что все таки снега очень было много и может быть действительно как-то где-то под реанализация где-то что-то не успевает но в основном в основе массе территории они они убираются то есть то что мы требуем где-то если вы допустим но я возьму на контроль это лавочкина мы завтра проработаем этот вопрос и я думаю что завтра сотрудники выйдут к этому дому и посмотрите что происходит там на самом деле потому что если есть складирование снега и не уборка да там территории действительно как геннадий иванович говорит ну ждите прием сгадов на завтра то есть завтра там будет проверка завтра будет там проверка спасибо большое олег владимирович время нашей программы подошло к концу да оно закончилось спасибо вам большое я напоминаю телезрителям что нас гостях был начальник территориального управления микрорайонов новогорск планерный олег марковский спасибо большое за внимание до новых встреч в прямом эфире химкинского телевидения берегите себя